И в честь нашего юбилея, в честь юбилея моего военного браза, не хочу произвести обычные каменголы, когда происходят очень достопочтивому человеку, которому все очень самому главному будущему. Так называемый юбилею, глава пожелания. Могусь его переведем? Потом переведем на Могульском. Так вот, он звучит так. На правой поле одежды твоей резвятся пусть жеребят. А на левом поле одежды твоей прыгают пусть ягнята. Пусть тебе никогда не наест пребывать в этом мире. Пусть полы прекрасных твоих одежд будут в сале и в жилье. Не носки, не вечны насильные вещи. Но тот, кто их носит, пусть будет вечен. Помогайте, пожалуйста. Я сейчас скажу, помогайте. А теперь мы поймем. Да, поймем. Я вам объясню, почему. Ну, официально неформальная лексика у нас называется. А по более вульгарному выражению называется мат. Да? Но ведь этот мат, это не славянство, оно, так сказать, обществе родился. Он родился от монгол, когда они пришли в Россию. Потому что славяне начали, как бы, в отместку. Ведь эти монголы, которые славяне, мы зашли, например, в Сарай. Не в столице было в Сарай, да? А что в России у вас было в Сарай? Тоже в Сарай. В Сарай. Не в Сарай. Не в Сарай. Говорим по-монгольски. Это неформальная лексика. Ну, пойдем. Я надеюсь, что это будет в Сарай. Ну, одну часть, первую. Мне нравится. Витам де Роман Дентольев. И память не слышно. Агент Сахар заходи. Кусыши, я-я. Ого! Я прохожу. Так, не жалко зашал. Не, 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 не. Не, 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 не.